Поисковики спешат на помощь. В отряде Лиза Алерт начались бессонные ночи. Все силы брошены на спасение людей, которые уходят в лес за грибами. Сутки искали женщину 73 лет. Она отправилась в лес возле деревни Жирело, а вернуться сама уже не смогла. На утро следующего дня бабушку нашли и помогли оказаться в безопасности. Всю ночь в лесу провел пенсионер 69 лет. Его поиски начались вчера, а закончились только рано утром. История аналогичная. Пошел с другом в лес за грибами и заблудился. На поиски ринулись родственники, друзья, пожарные, поисковый отряд. И около 6 утра дедушку передали для обследования медикам. Штаб поиска свернули. Но расслабляться рано, говорят в поисково-спасательном отряде Лиза Алерт. Сезон пропаж в разгаре. Только за две недели поступило больше 40 заявок об исчезновении людей. 29 из них заблудились в лесу. Каждый день, чтобы спасти чью-то жизнь, волонтеры рискуют своей. Елена Гаева узнала, как правильно собираться в лес. Что делать, если ты остался один на один с лесной чащей и познакомилась с бабушкой, которая больше суток блуждала в поисках помощи. Меня чуть сердце не лопнуло, как они чесались руки. Комари кусают. Самой силы нет. В тот день Нина Естафьевна вспоминает, как страшный сон. 8 июля бабушка ушла в лес за грибами и неожиданно для себя заблудилась. Я это место знаю в лесу все. Вышла на 324 километре. Пошла трава вот такая. Следа никакого никто не проходил. 8 километров я была от железной дороги. И вот я ходила, ходила по этому, по болоту. Не могла никак выйти. А уже темно. Больше суток она блуждала по лесу. Прошла через болота, заросли крапивы и даже следы непонятных зверей. Ориентируясь по солнцу, вышла к дороге. Там по счастливой случайности встретила грибников, которые помогли найти путь домой. Я не думала быть живой ночью. Я вся была мокрая. Вот такой был дождик. Ну, все до нитки было мокрое. Заявки о пропаже бабушки Нины и десятков других людей поступают в поисковый отряд «Лиза-Алерт». Всего за две недели к волонтерам обратилось больше 40 человек. 29 из них пропали в лесу. Почти все найдены живыми. Но бывают и печальные случаи. В основном из-за того, что человек не подготовился. То есть он либо получил переохлаждение, либо, в принципе, человек, если, например, пожилой, у него, возможно, какие-то есть уже болезни. Он, возможно, не взялся бы таблетки, которые ему спасли бы жизнь. К сожалению, да, такое тоже случается. В природной среде погибнуть, на самом деле, очень легко. Больше половины потерявшихся умирает в течение первых 48 часов. Чаще всего причина смерти – переохлаждение. К печальным последствиям может привести даже такой, казалось бы, легкий летний дождик. Каждый поход в лес требует тщательной подготовки. Даже опытным туристам и грибникам не стоит ею пренебрегать. Правильное снаряжение, уверяют поисковики, поможет выжить лесной чаще. Во-первых, яркая одежда. То есть человека в лесу должно быть видно. Обязательно нужно с собой взять либо такой жилет, либо просто какую-то яркую одежду, которая будет видна в лесу. Запас калорийной еды, например, шоколадка с орехами, вода из расчета 1 литр в сутки на человека, зажигалка, фонарик, теплые вещи и свисток, чтобы в случае чего подать знак. Если ты потерялся, тебя ищут, ты кого-то слышишь вдалеке, нужно всегда отвечать шумом на шум. Либо свистеть свисток, либо, например, можно взять палку и постучать ей по дереву. Поисковики услышат, особенно если работают на отклик, и пойдут проверять. Без компаса в лес тоже лучше не соваться. Он может помочь, даже если вы не умеете им пользоваться. По телефону можно позвонить в МЧС или на горячую линию волонтеров. Они помогут сориентироваться. В квартальной столбе, либо в деляночной столбе, там указан номер квартала, номер выдела. Если есть связь, он может обратиться, допустим, в МЧС, конечно, с МЧС, то есть подключает им лицию. Мы подключаемся, просто диктует надпись, что написано на деляночном столбе. А там уже связываются с нами. Это очень сужает поиск. Еще одно важное правило – оставаться на одном месте, чтобы не заблудиться сильнее. Тропинки, шум машин и поездов тоже помогут спастись. Они выведут к ближайшему населенному пункту. Елена Гаева, Илья Алиханов, телекомпания НИКТВ, Жизринский район, Калуга.